Всем добрый день! У нас время уже день и мы с Ваней приехали. Ну вот Ваня у меня идет. Ваня, скажи всем привет. Привет, да. Мы с Ваней сходили уже на прием, взяли справочку. В понедельник Ваня пойдет в садик. Ура! И мама будет спокойно доклеивать обои. До Нового года мне надо успеять в коридоре поклеить обои. Сейчас мы идем на остановку. Мы буквально на минуту опоздали на автобус. Мы выскочили, он нам хвостиком помахал автобус и все. Поэтому еще полчаса будем стоять, ждать. На улице сегодня очень сильный ветер. Вообще прям сильный ветер. Я сегодня Марину даже не пешком, не на снег и Кате повела, а на автобусе вывезла. Поэтому вот так вот. Сейчас домой приеду, отдам мужу сразу с автобуса ребенку и обратно поеду на этом же автобусе в парикмахерскую. Сегодня же я записана к парикмахеру. Господи, я грею. Сегодня вообще какая-то как совраска буду летать. Ладно, идем. Дорогие друзья, ну вот такая вот у меня прическа получилась после парикмахера. Сейчас у нас уже вечер, поэтому плохо видно. Но я завтра постараюсь вам днем показать, что у меня получилось. Иди ставь. Как-то, короче говоря, вот так вот. Иди ставь. Я вот так вот сделала, Света. Во, вот так вот даже лучше видно. Оно, знаете, вот оттенок фиолетового идет. Света, скажи, вот как тебе мамина прическа? Нормально. Я когда домой пришла, Егору подошла. Егор говорит, ну необычно. Илья сказал, классно. Света сказала, нормально. Маша, а тебе как мамина прическа? Красиво. Посидели мы с вами немножко в прямом эфире. Поболтали. Но, видите, связь у нас вообще никакая. Там, кстати, Ксюша, наверное, слышно вам. Ксюша у нас горластая девочка, да? Маша довольная. Сегодня Ильюша хотел ее на руки взять, но она его укусила. У него аж, это, палец до крови, но он... Пока вообще первые дни нежелательно ее трогать. Но Илья говорит, мам, так хочется взять ее. Она, говорит, такая классная. Он руку туда засунул, она его укусила. Ну ничего, говорит, сейчас немножко отдохнет, степенится, потом будет нормально. Съели все мармеладки, коробочка хорошенькая. Вон на печку положила, она просохнет. На печку положили, и все, она просохнет. Потом шкатулку можно красивую будет сделать. Так что вот такие вот дела. Многие спрашивали, что сегодня у меня муж приготовил, что сегодня вообще приготовлено было. У нас сегодня был борщ, и пока я ездила в парикмахерскую, наводила себе прическу, аж 4 часа там пробыла. Представляете, 4 часа в парикмахерской. Я никогда так долго еще там не была. Самый большой – это полчаса чисто стрижка, и все. А тут аж 4 часа. Это вообще что-то с чем-то было. Мне сначала кончики обесвечивали, потом мне корни прокрасили, но тоже обесветили. Потом мне сделали стрижечку, а потом тонировочку. И вот получилось. Но оно при свете как будто фиолетовое, да, светосерединка отдает немножко. Вот так вот все равно плохо видно, но вот если вот так вот сделать, вот оно немножко есть свет. Но все равно не так, ребят. Но мне вообще нравится. Напишите, кончики желтоватые немножко, да, ну вот, а серединка как будто фиолетовый оттенок дает. Но мне нравится. Главное, чтобы мне нравилось, потому что мне же так ходить. Многие написали, Настя, теперь на макияж, и что с твоей бровью? Я вот поначалу не замечала, ну вот, мне уже человека 4 написало, что вот эта бровь меньше закрашена, чем вот эта. Я не знаю, ребят. Напишите вы мне, вот я сейчас вот так вот держу прямо лицо, потом вот так вот в сторону. И напишите, потому что, ну вот, я не знаю. У меня сегодня уже несколько знакомых тоже в городе встретил. Что, говорю, у тебя с бровью? Одна бровь сильнее накрашена, другая нет. Я говорю, я не знаю. Ну, так как потом напишу специалисту, который у меня делала девушке, напишу и спрошу, так оно должно быть или нет. Я не знаю, если честно. Или может оно просто так в свет падает, что вот кажется, как будто бы оно не прокрашено. Хотя вот так вот смотришь, вроде все прокрашено. Многие написали, теперь, Настя, идти на красивый макияж, какую-нибудь красивую одежду и сфоткаться. Красивой стать. Да я и так, ребят, красивая. Спасибо вам всем за комплимент. Девочки, а кто вот так вот ел шоколадную пасту, вот эту вот оставил вот так вот открытую? Я ем. А, ты ешь. А, какао кто вот так вот открыл? Горячий шоколад. Горячий шоколад. Вкусный, нет? Ммм, аромат такой от него. Понюхай, как вкусно пахнет. Нет. И никуда не убирают. Ой, тут вообще битком все. Да, тут некуда ставить. Нам надо что-то... Да нет, можно по идее поставить. Тут можно вот так вот. Ребят, делаю, да, я ничего не показываю. Так вот, а тут некуда просто ставить. Видите, тут вообще все битком. У нас тут чай, а тут у нас специи всякие разные. Такие специи в баночках. Тут бокал что-то один стоит. Остальные все там, по-моему, два или три всего целых. Остальные все разбили уже. На Новый год даже бокалов нет. Многие спрашивают, буду ли я шампанское на Новый год покупать или нет. Я не знаю, ребята, во-первых, какое. Не, ну детское... Это точно. Напишите вообще, нужно детское шампанское или нет. Детское я не знаю вообще какое. А насчет взрослого... Насчет детского я подумаю. Могу. А насчет взрослого, ребята, я не разбираюсь в этом вообще никак. Я не знаю, которое оно сладкое, не сладкое. Мы когда-то брали российское, обычное, самое простое российское шампанское. Оно горько. Я не могу его пить. Я вообще его не смогу. Оно невкусное. И я не знаю даже. Вот честно говорю, я не знаю. По идее, вдруг кто-то, гости придут, не на чем будет на стол поставить. По идее бы надо что-то. Потому что, ну, не красиво. Даже гостям ничего не поставишь, да? Маша, вот эту вот выкинь, пожалуйста. Поэтому я подумаю. Если вы можете мне написать название хорошего шампанского, то напишите. Все равно надо что-то будет брать. Потому что гости придут, чтобы у меня на столе можно было поставить. Вдруг кто-то придет. Ну, как кто-нибудь у папы друзья стопудов придут. Я даже не сомневаюсь. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот у нас новости. В целом у нас все дома очень хорошо. Попугай наша живащая. Кстати, я вам ее покажу. Вот наша Ксюша. Ксюша, привет! Видите, как она? Привет, Ксюша! Мариш! Ксюш, привет! Ксюша! Ксюша! У Ксюши там уже полный бардак. Надо прибирать. Да, Ксюша? Ну, мы пока сказали нам ближайшие два-три дня ничего не делать. Мы пока поэтому ничего не делали. У нее корм вот так вот мы пересыпали в баночку. И тут вытираем. А я... Ты зачем меня кусаешь? Я тебе что плохого сделала, Ксюша? Видите, что делать? Агрессивная. Смотрите, какая агрессивная. Ксюшенька. Нет, Ксюша. Ты чего, моя красавица? Ну, она у нас красивая. Ксюша, ты куда убежала? Ксюшка. А, Ксюшка, смотрите, какая красавица. Нам сказали это девочкам. Вот, если честно, мы не знаем, кто это. Но нам сказали девочки и звали ее Ксюша. Да. Ксюша. 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 Не надо ее сюда. Не надо. У нее там есть ням-няма наложена. Вон, видишь, у нее в кормушке там ням-няма. Ксюша. А, Ксюша. Ксюша. Смотрите, какая красивая наша Ксюша. Накоточки такие, Ксюша. Да. Ну ладно, вот такая вот наша Ксюша Гирлянда так висит у нас Сейчас попробую выключить Вот так вот у нас Но пока мы режим такой только включили Девочки смотрят мультики И вот так вот у нас Красиво Так что вот так вот Напишите, что можно еще в себе изменить Многие сейчас спрашивают, Настя расстроилась ли ты насчет работы Да, конечно Я надеюсь, что я устроюсь на работу Буду работать Но, видать, не судьба Будем больше работать на канал Это тоже работа, Ютуб это тоже работа Я понимаю, что я пока еще Много здесь не заработаю Но я благодарна вам всем, дорогие друзья Кто мне помогает просмотрами Кто мне вообще хоть как-то что-то помогает Я вам очень благодарна Потому что если бы не вы, я бы даже это бы не смогла Эти не сейчас на 15 тысяч Я бы не смогла бы и заработать Да, на 15 тысяч я понимаю, что много ничего не купишь Но я стараюсь выполнять мечты Хотя бы какие-нибудь своих детей И покупать то, что хочется им Так что как-то так Тут полное все Все шкафы уже полные Уже некуда уложить Так что вот такие вот, ребята, друзья Завтра я хочу съездить в город с Ильюшей Мы нашли принтер Потому что Илье его надо И нам тоже нужен Завтра мы съездим Один мы сразу заберем Насчет второго Мне надо узнать Картриджи такие возможные или нет Купить на принтер Потому что за полторы тысячи продают Но там засохшие картриджи И я не знаю А вдруг потом получится так, что Там не только надо вот картриджи менять И такие деньги отдать тоже, знаете Но Илье он нужен Нам он тоже, по идее, очень сильно нужен Потому что постоянно нам приходится Когда что-то надо распечатать Надо ехать в город Это 50 рублей на дорогу Плюс печатание Один лист, по-моему 10 рублей, да? Или 5 рублей? Не помню, короче, играю Но вот печатать каждый раз вот так вот На дорогу Плюс еще на печатание Это невыгодно Вот сейчас мне на ребенку в садик Документы напечатать Мне придется завтра в город Взять с собой все документы И там напечатать Сделать копии документов Потому что у меня нету дома Ни принтера, ни сканера Вот так вот Ладно, дорогие друзья Всем желаю всего самого хорошего Оставайтесь с нами Мы вас очень сильно любим Всем желаю крепкого-крепкого здоровья Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok